МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралеева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Не заплатил за свет, удержив зарплаты. Злостным неплательщикам исполнительные листы теперь будут приходить прямо на работу. Марш, полевая кухня, рукопашные бои. Сотрудники Росгвардии провели показательное выступление в день войск Национальной гвардии России. Народные промыслы в современной жизни. В Махачкале открылась мастерская, где любой желающий может обучиться ремеслу наших предков, причем совершенно бесплатно. Более 2 миллиардов рублей местного бюджета направят на реализацию мероприятий, озвученных в послании главы Дагестана. Об этом заявил первый зампред правительства Республики Гаджимагамед Гусейнов на расширенном заседании Президиума Народного Собрания. Он попросил парламентариев поддержать изменения в главном финансовом документе, так как следует учесть деньги, оставшиеся в республиканской казне в конце прошлого года, а это около 10 миллиардов рублей. Учтут и средства, которые поступят в Дагестан из федерального бюджета. Всего на реализацию проектов направят более 5 миллиардов. Деньги в первую очередь пойдут на улучшение условий проживания семьи с детьми-инвалидами для капитального ремонта, медучреждений и развития сельского хозяйства. Долги за свет будут удерживать и заработные платы. Принятые в конце прошлого года поправки к федеральному закону об исполнительном производстве позволяют ресурсоснабжающим компаниям направлять исполнительные листы суммой до 100 тысяч рублей напрямую в организацию, выплачивающую должнику зарплату или пенсию. Отметим, что на сегодняшний день задолженность населения Дагестана за потребленную электроэнергию перед дагестанской энергосбытовой компанией превысила 3 миллиарда 500 миллионов рублей. Сельским женщинам могут продлить рабочий день. Сейчас они трудятся 36 часов в неделю вместо 40. Вопрос об отмене или сохранении нормы уже рассматривают в Министерстве труда России. Против инициативы выступают в агропромышленном комплексе. Там считают, что жительницам села нужно дополнительное время, чтобы справляться с домашним хозяйством. Отметим, подобное увеличение рабочего дня может затронуть более 10 миллионов женщин. Сегодня в стране отмечается День войск Национальной гвардии России. В Дагестане по этому случаю открыли памятник, посвященный росгвардейцам, павшим при выполнении служебного долга. Мероприятие сопровождалось праздничной программой. Гостям продемонстрировали тонкости повседневной работы сотрудников ведомства. Взрывы, стрельбы, бомбардировка. Силовики штурмуют здания, преодолевают препятствия и делают все, чтобы поразить противника. Вымышленного противника. Сейчас то, что происходит на базе Каспийского ОМОН, легенда. Но в повседневной жизни военнослужащие Росгвардии сталкиваются с этим почти каждый день. Контртеррористические операции, арест вооруженных преступников. Это все. Им не ново. Примерно так силовики проводят задержание злоумышленника на автомобиле. Опасность может ждать где угодно. И они должны быть всегда на готове. Сотрудники Росгвардии проводят упорные тренировки перед каждой спецоперацией. Но, к сожалению, не обходятся и без жертв. Именно им, павшим, выполняя служебный долг, посвятили открытие памятника. 20 лет будет 12 сентября, как нет моего сына. Он погиб, когда ему еще не было 24 года. И вот сейчас я смотрю на ребят, которые вот с ним служили. Они уже такие взрослые, такие красивые. Уже папы, уже некоторые дедушки. Видите. Но мне приятно, что не помнят, что был такой у них друг. Да. И меня тоже все время зовут. Поэтому спасибо им за память. На защите обороны Родины без потерь не обойтись. Утраты случаются. И главнокомандующие всегда заинтересованы в том, чтобы свести их к минимуму. Они посвятили этой деятельности много лет жизни. Сегодня те, кто выполняет нелегкий труд, принимают поздравления. Сегодня мы отмечаем годовщину образования Федеральной службы войск национальной гвардии. Как вы видите, приехали или пришли очень много народу, ветеранов, членов семьи. Хочу поздравить всех сотрудников военнослужащих, войск национальной гвардии, ветеранов. Военнослужащие гордо маршируют. И за ними с не меньшей гордостью наблюдают жены, матери, дети. Поздравить своих мужчин пришли их близкие. Поздравить своего мужа. Он у меня уже здесь работает 7 лет. И каждый раз волнительно отпускать его каждый день на работу. Ну, сейчас тем более в такое время небезопасное. Конечно, я хочу поздравить их и не только своего супруга, но и всех сотрудников с таким прекрасным праздником. Мирного неба, наверное, над головой для всех, для нас, для детей, для них. Кроме показательных выступлений, рукопашных боев и марша, сотрудники Росгвардии представили образцы современного вооружения. Здесь есть все, что они используют в своей работе каждый день. Увидеть и даже подержать в руках оружие росгвардейцы сегодня могут все гости мероприятия, но не всем под силу. Автоматы довольно тяжелые. Этот используется во время спецопераций. Хадижа Курбанова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Посол из Индонезии Мухаммед Вахид Суприяди посетил открытие первого в России международного центра по изучению истории, языков и культур стран Юго-Восточной Азии, Нусантара. Центр был создан на базе гуманитарного педагогического колледжа с целью развить партнерские отношения с учебными организациями стран Юго-Восточной Азии. Открывая торжественное мероприятие по этому случаю, директор колледжа Джанет Цимуркаева отметила, что работа центра будет способствовать развитию сотрудничества с зарубежными образовательными учреждениями. В нем будут проводиться лекции, семинары, тренинги, круглые столы. Участники будут изучать различные проблемы истории, филологии, экономики и культуры стран Юго-Восточной Азии. Также для мастер-класса будут приглашаться специалисты филологи и историки из зарубежных стран. Посол Индонезия Мухаммед Вахид Суприяди выразил руководство колледжа признательно за приглашение и поздравил с открытием центра. Для меня большая честь находиться сегодня здесь с вами. Возможно, впервые на Кавказе открывается центр Нусантора, и я вижу в этом большое стратегическое решение, так как оно повлияет на развитие отношений между Россией и Индонезией. Я три дня нахожусь в Дагестане и чувствую, что будто нахожусь в окружении своих родных людей. Министр по национальной политике и делам религии Дагестана отметил, что создание центра поспособствует укреплению отношений между странами Индонезии и России. То, что сегодня здесь в колледже открываются международные центры, которые будут изучать и продвигать культуру, историю и изучение языков Индонезии, это говорит о том, что интерес к вашей стране здесь очень большой. Думаю, что именно с этого образовательного учреждения у нас будут развиваться и другие направления деятельности. А в Хасаверте стартовала девятая Олимпиада СКФО по школьным предметам среди учащихся старших классов. Интеллектуальное соревнование пройдет на базе двух гимназий. Участие в нем примут более двухсот учеников. Главным отличием нынешней Олимпиады стало двукратное увеличение предметов. Участники имеют прекрасную возможность не только проверить свои знания, но и подружиться с ребятами из других республик Северокавказского региона. Очередной раз убеждаюсь в том, что данная Олимпиада, это на самом деле здесь название подобрано очень четко. Возможно, и я, и все подростки, которые сегодня находились в актовом зале, также являются представителями будущего Кавказа. Прямо сейчас обзор кратких новостей в рубрике «Дайджест». Затем продолжим. Не переключайтесь. Колесо обозрения Махачкаля обойдется инвесторам в 100 миллионов рублей. Деньги на реализацию будут потрачены из собственных средств компании-инвестора. Проект предусматривает создание более 20 постоянных рабочих мест и 30 временных, а также более 19 миллионов рублей налоговых отчислений в год. Напомним, общественность Махачкалы в лице активистов группы «Город наш» выступила против строительства аттракционов на разрешенном участке в парке имени Ленинского комсомола. Об этом они заявили на публичных слушаниях, которые прошли в мэрии Махачкалы. Авария в Кизелюрте унесла жизнь одного человека. В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2109 от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров иномарки с различными телесными повреждениями госпитализированы в Центральную городскую больницу Кизелюрта. МТС стала первым оператором в Дагестане, который предоставил абонентам возможность звонить через интернет. С помощью Wi-Fi контакты могут связаться из любой точки из публики, даже где отсутствует сигнал сотовой связи, но есть Wi-Fi подключение. При этом тарифт звонка будет по ценам домашнего региона. Услуга интернет-звонки предоставляет МТС и подключается бесплатно. Гончарное дело, кубачинское ювелирное искусство, ковроткачество. Всеми этими народными промыслами славится дагестанская земля. Теперь любой желающий сможет абсолютно бесплатно обучиться ремеслу предков. Где? Знает Камиль Девятов ему слово. Махачкалинцы и гости столицы были приятно удивлены увиденным на открытии мастерской. Дагестан всегда по праву называли школой народных промыслов и открытие именно такой вот кузницы в столице получит широкое и повсеместное развитие. На самом деле у нас план очень масштабный. Помимо того, что мы подключили сейчас ковротель и вышивку, мы хотим подключить и работу с кожей. Мы также еще ищем направления по народным промыслам, которые могут быть утеряны вообще. И мы хотим, чтобы на площадке появились люди, преподаватели, которые будут обучать, может быть, возрождать мести, помогать этому всему. И по поводу масштабирования площадок, также мы хотим именно такой же центр создать в Каспийске. Поначалу для обучения мастерской были установлены возрастные ограничения, но затем они были сняты. Дети и взрослые смогут прийти сюда и обучиться народным промыслам. И это все абсолютно бесплатно. Для посетителей здесь же на месте был проведен мастер-класс. Костям показали художественную обработку металла, резьбу по камню и дереву, кончарное производство, ковротелье. Мастер по лепке из глины собрал вокруг себя учеников. Патимат Шамадаева всю свою жизнь посвятила болхарской керамике. Она по праву считается специалистом своего дела и отличным педагогом. Насколько сложно научиться и сколько нужно времени, чтобы научиться лепить такие красивые вещи? Вот эти дети у меня впервые. Сегодня сами подошли ко мне и говорят, можно мы тоже будем? Я говорю, давайте вместе будем лепить. Они у меня впервые. И чтобы научиться, хотя бы год надо ходить. В дагестанских селах, таких как Агатсатль, Кубачи, Балхар и Унсукль, мастеров с каждым годом становится все меньше и меньше. Задача мастерской народных промыслов – сохранить ремесло предков для последующих поколений дагестанцев. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. А в Махачкале пройдет межрегиональная выставка «Транспорт. Логистика. Связь-2019». В ее рамках с 28 по 30 марта порядка 30 крупных компаний представят свою работу. Среди участников много известных предприятий не только в республике, но и за ее пределами. Это аэропорт «Уйтаж», Махачкалинский морской торговый порт, Почта России, Республиканская железная дорога, Мегатранс и не только. Насыщенная деловая программа включает в себя обсуждение тенденций развития, активное продвижение новых брендов и IT-решений для транспорта и логистики. Большая интересная деловая программа. Есть даже элементы шоу интересные. Мы будем презентовать некие уникальные технологии голографические. То есть каждый человек на этой выставке для себя найдет интересные вещи, положительные эмоции мы вам гарантируем. В рамках мероприятия также пройдет розыгрыш различных гаджетов. Каждый посетитель сможет принять в нем участие. Напомним, свою работу выставка начнет уже завтра в 11 часов Национальной библиотеки по проспекту Гамзатова. Вход свободный. И о спорте. Лучшие грэпплеры Дагестана съехались в Казбековский район. Там в селении Дылым проходил республиканский турнир. Награды в упорных и зрелищных по накалу схватках оспаривали около 350 атлетов. Местный спортзал в течение двух дней был заполнен до отказа. Страсти кипели как на ковре, так и на трибунах. Добавлю, что это первые соревнования, посвященные памяти мастера спорта по боевому самбо Шахрудзина Матуева. Их инициатором выступила общественная организация молодежь Казбековского района совместно с администрацией муниципалитета. Лучше всех по итогам турнира выступили грэпплеры из столичного клуба Universal Fighters. В их активе оказалось 4 из 7 наград высшей пробы. Все медалисты турнира были награждены денежными премиями. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин